православные не ноют но они говорят правду и делают добро здравствуйте уважаемые профессионалы и любителей шашечной игры вчера в городе пермь состоялся турнир по русским шашкам не довелось участвовать в нем и друзья первое место заслуженно занял мастер спорта андрей патрушев второе место у кандидата в мастера владимира новикова ну и третье место несмотря на отвратительную игру все-таки у меня друзья удалось войти в тройку были объективные причины почему моя игра была так скажем не на высоте но я сделал выводы и впредь их больше ошибки подобные не повторю а сегодня мы рассмотрим интересные моменты из этого турнира первое друзья рассмотрим партию с девушкой по имени софья софья является моей подписчицей в прошлый раз участвовал в сеансе одновременной игры которые я давал на сайте lead drafts молодец занимается софья передаю тебе привет друзья нам выпала следующая жеребьевка дебюта cb4 fg5 и d4 dc5 обязательные ходы белые бьют ну и черным лучше всего бить на поле d3 а белым на поле d4 в этой позиции обычно по теории играет либо gh4 либо fe7 но софья разменялась вот таким образом принципе неплохой ход я играю bc3 пока развиваю свой сильный левый фланг и софья также развивает свой фланг здесь я долго думал ну и все-таки избрал продолжение еф2 очень сильный и позиционный ход позиционном отношении ход и друзья здесь есть ловушка то есть f5 сейчас видите плохо играть потому что черная потеряют шашку поэтому софья сыграла gh4 я играю gf4 и друзья в этой позиции софья ошиблась и и попалась в мою ловушку то есть делая ход еф2 я как раз предвидел вот эту позицию и заранее видел вот эту ловушку в этой позиции черные могли сыграть допустим а g7 а b2 ну и cd6 здесь снова нельзя играть надо было играть fe7 и на ход cb4 можно было сыграть еd6 в принципе с интересной игрой для обеих сторон но здесь черные сыграли cd6 и мне удалось провести симпатичную комбинацию кстати она иногда встречается в дебюте call можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее виллы игра a b4 то есть видите друзья у черных так называемая решетчатость то есть свободные клетки между шашками и за счет вот этой решетчатости белые отдают три шашки забирают четыре ну и в дальнейшем я выиграл второй фрагмент из партии николаев оставьев то есть александр иванович николаев на мой тренер первый президент пьемской областной федерации шашек на тот момент и вот как раз в этом положении александр иванович мог провести красивую комбинацию то есть в этом положении сам иванович сыграл еф-2 но и в дальнейшем ему удалось победить сложной борьбе своего соперника алексея оставь его но белые могли в этой позиции провести симпатичную комбинацию можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых белые играют cb4 отдают две шашки затем cb2 подрывают пункт e5 и затем проводят финальный удар шашка d8 превращается в дамку и в дальнейшем совершает ударный ход как дамка с выигрышем следующий фрагмент из партии бурылов новиков то есть играя белыми мне удалось в сложной борьбе окружить позицию моего соперника и добиться выигранной позиции в этом положении у белых есть выигрыш можете поставить видео на паузу и попытаться найти его но есть очень симпатичный ложный след в этой позиции мне надо было играть ed2 ну и черным надо играть fg7 белые размениваются вперед и на единственный ход fe5 проводят красивую комбинацию можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее белые играют hg5 жертвуют одну шашку затем видите создали так называемый роздых то есть черные обязаны бить шашку и здесь белые за счет ослабленного пункта d8 и так называемой решетчатости совершают вот такой удар то есть шашка превращается в дамку и в дальнейшем уже бьет как дамка с выигрышем я же в этой позиции уже находился в цветноте и до конца не рассчитал последствия то есть я разменялся в этой позиции сразу же вперед видите хода fe5 нет из-за того что белые играют ed4 и как бы черные не били они проигрывают но здесь у черных все таки находится спасение мой соперник сыграл cb6 и здесь я рассчитывал выиграть стандартным ходом cd4 но друзья здесь все таки была ничья за черных то есть мой соперник сыграл b5 а все таки был вот такой интересный разменный вариант черным надо было сыграть d5 белым надо бить на d6 и затем меняться вот именно таким образом то есть именно бьем шашкой e7 на a7 ну и здесь уже белым надо играть осторожно то есть надо играть bc5 и на ход fe7 играть именно ed4 остальное плохо теперь черные нападают ну и белые проводят вот такой маневр ну и как бы черные не играли здесь ничья то есть комбинация ведет лишь к ничьей а если черные будут пытаться провести вторую дамку то белые все таки достигают ничьей вот такими ходами ну в партии мой соперник ошибся и разменялся вперед в этой позиции у белых есть закономерный выигрыш b7 далее в партии черные разменялись я поставил дамку черные жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамке я в этой позиции сыграл cd6 то есть видите дамку нельзя ставить не в эту сторону не в эту сторону потому что она тут же ловится поэтому черные пожертвовали шашку и поставили дамку по большой дороге в этой позиции в дальнейшем я играл не точно и черные все таки добились ничьей но здесь был довольно таки ну друзья не простой но выигрыш все таки в цветноте я не смог найти его времени было мало но выигрыш был то есть надо было сыграть e d2 ну допустим черные играют по большой дороге и в дальнейшем белые размениваются но надо бить не шашкой потому что там создаются ничейные позиции а именно бьем дамкой вот этого маневра я не заметил и в итоге моему сопернику удалось достичь ничьей а в этой позиции белые легко побеждают то есть в дальнейшем на любой ход допустим сюда мы уже играем дамкой на поле g1 и как вы видите черные вынуждены уйти с большой дороги то есть их дамка ловится на любой ход ну допустим сюда мы отдаем две шашки затем жертвуем дамку и создается оппозиция один на один белые легко побеждают ну и последняя позиция на сегодня партия патрушев бурылов в этой позиции мастеру андрею патрушеву удалось очень красиво выиграть меня чудный выигрыш за белых последний ход мой был дамкой d8 я пошел на h4 здесь я уже рассчитывал что могу все таки добиться ничьей то есть объективно скажем позиция белых намного лучше скорее всего выиграна но у черных есть все таки практические шансы для достижения ничьей но андрей патрушев очень красиво выиграл можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых он очень симпатичный здесь белые неожиданно играют а b4 то есть они грозят следующим ходом занять пункт c5 ну и шашка c5 постепенно проводится в дамке и белые затем построят боевую позицию и выиграют обратите внимание что нападения дамкой нет из-за того что дамка попадает в петлю и тут же черные проигрывают поэтому в этой позиции я сыграл а b6 ну и уже думал что все таки ничья неизбежна но андрей патрушев очень красиво здесь сыграл b5 и друзья мне пришлось сдаться и поздравить своего соперника с заслуженной победой действительно обратите внимание что дамкой играть на d8 для размена шашки b6 невозможно потому что дамка попадает в петлю и друзья обратите внимание что хода bc5 здесь также нет так как белые тут же ловят дамку черных в петлю но уже с другой стороны очень красивый этюдный выигрыш друзья если вам понравилось данное видео то пожалуйста поставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал можете поделиться этим видео в соц сетях поддержите мое творчество пишите ваши комментарии задавайте вопросы если что-либо не ясно отвечу на все вопросы и друзья давайте все таки воевать только на шахматной доске до свидания увидимся на шашечных баталиях